Николай Андреевич, вот Светлана Лихотиевская из Прикумского ФРГБУ САС, о химик первой категории, спрашивает, какие заустойчивые сорта и культуры ввести в силу оборот, которые давали бы приемлемые урожаи в условиях засуги? Сорта и культуры. Но мы о культуре об одной речке, поэтому, наверное, сорта. Ну, в настоящее время достаточно много сортов и, любому ли, центров, которые занимаются селекцией, начиная, если мы говорим о Ростовской области, это, в первую очередь, Всероссийский институт зерновых культур имени Ивана Грёвича Калининенко, и Донской зональный институт или Северо-Донецкая опытная станция, селекция, где занимается Анатолий Иванович Гробовец. Ну, здесь говорить о засуховустойчивой, допустим, сорта зерноградской селекции более засуховустойчивы, нежели Анатолия Ивановича. Но сорта Анатолия Ивановича или Тарасовской селекции, они более зимостойкие. Нет четкой границы, что лучше, что хуже. Все зависит, мы, когда в июне месяце собирались на окровом столе, Николай Сергеевич, вы помните, я стал в защиту селекционеров, когда были нападки, что многие там начали применять, у нас в Ростовской области, Ставропольские сорта, Краснодарские сорта. Здесь не селекционеры виноваты, здесь виноваты агрономы, которые не выдерживают технологии. Начиная от подготовки семян, от их обработки и всей технологии. К большому сожалению, агрономы порой часто являются заложниками той системы, в которую они попадают. Начальник сказал или руководитель, сей, он ему говорит, что нельзя сей, я сказал, надо сеять уже соседи. Поэтому в этом плане, я бы осторожно к этому подходил, нет сортов, которые имеют 100% засухоустойчивость. Все зависит от тех условий, которые попадают в растения и в какую фазу наблюдается тот или иной отрицательный момент. Растения могут и засухоустойчивые, и наоборот, те, которые менее засухоустойчивые, но подготовленные к данному отрицательному явлению и хорошо переносят. В отношении культур, но я думаю, у нас, если будет время... Нет, мы культурой все-таки ограничимся одним общейницей. Хорошо, Николай Андреевич. Еще, я не знаю, может быть, вопросы, я из того, что вы еще хотите сказать, но... Ну, давайте раз... Давайте озвучим, какие технологические операции, но вы некоторые назвали уже, и какими сельхозорудиями необходимо проводить агрономы для сохранения влаги в почве? Ну, я сторонник технологии прямого посева, потому что любое вмешательство в почву, любое, спашка, культивация, оборонование связано с потерей влаги. То есть селка прямого посева, если оборудить... Да, и причем селка, которая, ну, своего рода, нож разрезает почву, размещает семена на заданную глубину, а остальная территория, площадь у нас закрыта растительными остатками или живыми растениями. Ясно, ясно. Хорошо. Благодарнский район, опять же, Ставрополье. Нужен ли аммофос в засуху, если нет влаги в почве? Я могу однозначно сказать, кроме вреда ничего не будет. Вот так. При дефиците влаги вносить минеральное удобрение, сложное минеральное удобрение, но это удобрение имеет очень высокую сосущую силу, и та влага, которая будет в почве, они будут на себя оттягивать и создавать условия. Ну, будем говорить так, мы бросаем проросток в кислую среду, которая будет обжигать корни и оттягивать влагу. Ведь практика показала, что при дефиците влаги, те удобрения, которые были внесены вместе с пассивом, они не растворялись, а оставались вплоть до уборки. То есть это потраченные вкусовые средства. Потраченные, ну, как сказать, для зимой пшеницы. Для зимой пшеницы я бы не рекомендовал это делать. Сейчас ведь мы живем в 21 веке, и наряду с твердыми удобрениями комплексные есть жидкие. И ЖКУ, и КАСы, которыми листовые подкормки, которые можно использовать для управления урожаем. А сейчас мы, применяя вот при таких условиях, отрицательных, вернее, очень жестких условиях, мы можем донести даже вред. Я бы этого не делал, по крайней мере, у каждого есть свое мнение, но я бы этого не делал. Вот Валентин Виктор Чарлов, колдинг энергомера, опять же, Ставропольский край. Ну, понятно, почему Ставропольский край, Ставропольский край пострадал в этом году наиболее существенно. В интернет-источниках очень скудная информация о том, как изменяются пассивные качества семян в зависимости от длительности нахождения их в сухой почве. Может, у вас есть такие данные? Ну, то есть, я понимаю так, что Валентин Викторовича интересует вопрос, как именно, вот какая часть, может быть, погибает, через какое время, вот что-то можно конкретно на этот вопрос? Ну, я могу зачитать цитату Антона Ивановича Насатурского, который больше или около 80 лет назад об этом говорил. Вот он пишет, в естественных условиях, культура пшеницы, зерно после прорастания в почве и последующего высыхания при новом увлажнении часто не растет, а погибает. Причиной этого является поражение проростков различными грибными заболеваниями, особенно если прорастание протекает при повышенной температуре. Вот то, что сейчас происходит. Ну, и дальше он пишет, кроме температуры и влажности воздуха, на быстроту набухания и прорастания действуют и другие факторы. В полевых условиях набухание семян происходит медленно, чем в увлажненном песке. То есть, что мы делаем в лабораторных условиях? Поэтому, потому что в почвенном растворе имеются соли. Это как раз вот отношение удобрений. Поэтому на засоленных почвах набухания и прорастания будут затягиваться, и семена погибают. Вот ответ, то, что написано у Антона Ивановича Насатовского. А можно ли было бы сказать, что вот, допустим, если семена находятся вот такое вот время, там, в течение двух месяцев, то в сухой почве, то 40% их погибает? Николай Иванович, абсолютно сухой почвы не бывает в естественных условиях. Это не шкаф, который мы высушили, почва сухая. Ну, термостат. Газообмен происходит. Влага в почве есть. Мы уже говорили вот в отношении... Это то же самое, что в помещении, то, что в почве происходит. Но той влаги, которая в почве есть, мы говорим о конденсате, ее не хватает. Если температура будет низкая, испарение, то есть влага будет накапливаться. И семена не будут страдать от дефицита влаги. Они медленнее прорастают. А здесь вот такая картина. Это, в общем-то, ну, коллеги, сложные моменты понять. Ну, вы должны прислушаться и хотя бы вот те моменты, о которых я говорю, проверить у себя в производстве. Николай Андреевич, еще вопрос. В чем заключается весеннее управление посевого азимой пшеницы? Головин спрашивает Андрей Александрович из Зернограда. Хороший вопрос. Вот, уважаемые друзья, это очень актуальный вопрос, потому что мы порой, ну, те резервы, которые у нас есть, особенно на юге, мы их не используем. О каких резервах я говорю? Вот, смотрите. Допустим, я в среднем сейчас буду говорить. Конец февраля, начало марта месяца. В общем-то, переход от зимы к весне. Влаги у нас, почвы в этот период, ну, относительно достаточно. Почва влажная, мы же не заходим, ну, не считая вот эти февральские окна, когда, допустим, снег сошел, почва влажная, мы же не заходим туда сразу сеять. По грязи ни одна сеялка не сеет. Так ли? А вот теперь рассмотрим ситуацию, когда мы сделали подзимний посев. Я буду об этом вот дальше показывать, как это все происходит. Семена начинают интенсивно прорастать при нарастании температуры. Почва начинает прогреваться, и вот те проростки, о которых я говорю, они начинают прорастать. Влаги достаточно, тепло поступает, в общем-то, все есть. Но... Питание. Нет питания. Пока запасных питательных веществ для того, чтобы получить сходы, в зерновке еще есть. А дальше мы не дали удобрения, о чем мы говорим. И растения начинают, если плохой предшественник, нет питания, растения начинают. Они будут развиваться, но не так, как бы нам хотелось. И здесь, при наличии влаги, наша задача дать растениям питание. Вот мы довольно часто студентам говорим, что наиболее оптимальное состояние почвы и растения азимой пшеницы, это провести подкормку по таломерзлой почве. Хорошее название, да? Да. Постулат, в общем-то, таломерзлая почва. Но мы говорим об этом, говорим А, но не говорим Б. А чем это провести? Постулат залезть, да? Какой техникой, да? Можно вертолетом, можно самолетом. Можно, но это очень дорого и не совсем приемлемо. В хозяйствах, в большинстве случаев, особенно в фермерах, существуют типичные трактора МТЗ-80, 82 и разбрасыватель удобрения. Но по грязи вы туда залезете, вы сделаете калию, в общем-то, и мы ждем, пока высохнет, чтобы не травмировать. А раз высыхает, уже растение развивается, мы теряем как минимум две недели теплого периода. Поэтому здесь необходимо иметь инструмент, ну, будем говорить, опрыскиватели на шинах низкого давления, которые могут работать по грязи, не повреждая растения. Ну, я приведу не ради рекламы, допустим, Туман-2, у него две смены колес, колеса низкие давления, которые позволяют рано весной, снег сошел, тепло, мы можем туда вносить удобрения. У него есть приспособление для внесения твердых удобрений, если вы отдаете предпочтение азотным удобрениям по таломерзлой почве. Допустим, селитра, попадая на влажную почву, она мгновенно растворяется и поступает в почву. Если мы это делаем, когда уже температура выше, почва высыхает, мы бросаем удобрения на сухую почву, и часть удобрений мы теряем. Но наряду с твердыми удобрениями мы можем это делать и с жидкими удобрениями, и КАС, и ЖКУ, и другие листовые подкормки. То есть сейчас у нас много препаратов, и самое главное, должен быть инструмент. Но надо же корневую систему развивать. С осенью корневая система не разовьется, потому что по себе кладется. Совершенно верно. Это, обождите, давайте не будем сразу все в отношении корневой системы. Если мы, если мы семена заранее готовим, то есть есть различные препараты, которые обеспечивают, стимулируют развитие корневой системы. Это не только при подзимнем посеве. Вообще. Вообще. Есть препараты, которые работают очень хорошо. Я не буду называть, что это за препараты, чтобы не звучала эта реклама, но со многими хозяйствами, с кем сотрудничаю, они прислушиваются и их используют. Кущение возимой пшеницы, я буду показывать, весенний период можно обеспечить до 10. Но вопрос, прокормим ли мы такое количество продуктивных колоссиев на метре квадратном. Я показывал подгоны под сет, но не нужно стремиться, чтобы было футбольное поле, зеленое. Наша задача, и я могу это, многие уже эти моменты сталкивались, мы проводили семинары в многих регионах. Наша задача, получить с каждого колосса массу зерна 1 грамм. Академик Лукьяненко в свое время говорил, если в производственных условиях агроном обеспечит у нас формирование зерна в среднем с одного колосса пшеницы 1 грамм, этому агроному нужно ставить памятник при жизни. Вот смотрите, допустим, мы заявили урожайность 50 центров. Хорошая урожайность? Хорошая урожайность. Многие считают, нужно получить на метре квадратном 700, 800, 900 колоссиев, у которых масса зерна в среднем с колосса будет 0,3 грамма, или 0,4 грамма. Мы получим такую урожайность. А можно иметь 500 колоссиев, у которых масса зерна 1 грамм, вот вам 50 центров. То есть, эти процессы управляемы сейчас. Если мы, вот при посеве, пусть даже при подзимнем посеве, у нас нет вторичной корневой системы, только лишь первичная корневая система, семена обработали этими препаратами, при благоприятных условиях, когда начинается интенсивное прорастание, эти препараты работают. И пшеница начинает формировать мощную вторичную корневую систему, я буду показывать, и продуктивную кустистость. Что это за препараты? Это фосфор? Нет, это стимулирующее. Это стимулирует развитие корневой системы. Чем выше питание, тем больше отзывчиво, тем выше агрофон. Очень хорошо работают вот эти препараты по хорошим предшественникам. В первую очередь, это многолетние травы, это бобовые, а потом уже кукуруза, подсолнечник, ну и черный пар. А само питание, это семена выносить возможно? Есть ли вода в смеси? Ну, есть технологии, это применение дрожжирования, но мы сейчас говорим о дефиците влаги. Совмещать вот при дефиците осадков, минимальном количестве влаги и удобрения нецелесообразно. И это вот как раз, только что вопрос поступил, стоит ли использовать минеральное питание с посевом одновременно? Ну, я уже ответил. Я высказываю свою точку зрения. По крайней мере, вот хозяйствами, с кем мы сотрудничаем, при таких условиях, я говорю, все, он приобрел удобрение. Я говорю, пусть они полежат, будем применять под яровые культуры, на зиму и пшеницу в этих условиях применять нецелесообразно. То есть семена мы обрабатываем, от фуницидами и септицидами, и септицидами, и все, и больше ничего не надо. И кладем просто на 4 сентября в сентября в сентября. Да. Николай Анатольевич, и еще вопрос. Вопросов много. Да, пожалуйста, будем... Ради Бога. Мыши собрались для этих целей. Необходимо ли прикатывание подземного посева? Морозовский район, из Морозовского района вопросов. При классике, да. При классике, да, это предусмотрено. Если вы используете прямой посев, там все это предусмотрено. Идет прикатывающее колесо, которое прикатывает почву. Нужно создать. Но тут еще вопрос. Ну, опять, скажет Николай Андреевич, рекламирует свое производство. Мы начали производство сейлок прямого посева. И вот те, ну, будем говорить, недостатки, которые характерны для многих зарубежных сейлок, мы чуть-чуть устранили. И вот прикатывающее колесо у нас прикатывает не в щель, а в бок. Семена вдавливаются в бок. То есть, сошник размещает семена на 4 сантиметра, а прикатывающее колесо заходит в эту щель и вдавливает в бок. Нет, проваливается, а создает контакт семян на глубине 4 сантиметра. То есть, если используете вы качественную сейлку прямого посева, она обеспечит одновременно и прикатывание. Николай Андреевич, но давайте мы не будем отталкивать и классику. Нет, 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 абсолютно. Поэтому вы были тревожники. Ни в коем мере. Я классик, сможет ли Зеленский мне помочь. Поэтому прикатывание подзимнего посева, если по классике, то это... Обязательно. Ну, Николай Алексеевич, я все-таки вот по классике и по прямому посеву. Коллеги, вот я ни в коем мере не претендую, чтобы вот сказать, все, откажитесь от классики, перейдите на прямой посев. Коллеги, если вы не воспримете философию прямого посева, лучше не начинайте. Не надо. Ну что, масса примеров я могу привести в Ростовской области, когда люди кинулись в прямой посев. Не смыслю философии. Ведь я повторюсь, я уже неоднократно об этом говорил. В высших учебных заведениях технологии прямого посева не преподают. Ну, чтобы вы понимали. Вы захотели приобрести автомобиль. Вы же проходите обучение, как водить автомобиль. То лишь после того вам дают право на вождение. Здесь же, будем говорить так, закончил, пусть наш университет заканчивает, не преподает здесь технологии прямого посева. Он приходит на производство, допустим, к Татаркину Виктору Ивановичу, рассвет Песченокопского района, который длительный период работает на прямом посеве. И говорит, все, ты закончил университет Донской, вот тебе селка прямого посева, давай, трудись. А он не знает, как на ней работать. Вот, поэтому я вот опять в отношении то, что по классике, вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю. При классической технологии вы почву делаете голой. Растительные остатки все вы уничтожаете. То ли минимальная обработка, то ли классическая успашка, но у нас нет растительных остатков. А это как раз таки та изюминка, которая при сохранении растительных остатков, то ли подсолнечника, то ли кукурузы, то ли пшеницы, то ли, ну, другой культуры. Растительные остатки выполняют защитную функцию. Меньше мы теряем влаги. Вот смотрите, у нас вот неделю назад были сильные ветра. Очень сильные ветра. И пыльные бури. Ну, досталось не только селянам, но и горожанам. Я был в Ростове, кошмар, что происходит, Ник Андреевич. Вот, ну, это мы сами делаем. Так вот, там, где, я подчеркиваю, внимательно отнеситесь к моим словам. Там, где в почве были живые растения, корни, там влага в почве есть. Там почва на 3-4 градуса меньше нагревается, потому что корни охлаждают. Так вот, если мы используем классику, мы все вот эти растительные защитные функции, мы их делаем почву голой. То есть, эффективность вот этого посева будет, ну, при прямом посеве больше. Хотя многие используют технологию подзимнего посева и при классике. Николай Андреевич, еще вопрос. Монокалийфосфат по листу весной перед азотной подкомкой как влияет, по вашему мнению? Ну, я не применяю вот такие сложные системы. Единственное, из каких вот листовых подкормок мы используем. Это КАС, ЖКУ и затем препараты в хилатной форме. Их очень много. Ну, я могу назвать и Культимар, Аквадон, Аграфон, которые работаем по листу. Вы понимаете, вот искусство агронома, быть технологом, а не шаблонно надо, он применяет. Нужно понимать, слышать растение, что ему нужно. И от этого, будем говорить так, ну, зависит успех. Так а фосфор когда вносит при водительном посеве? Мы можем вносить его до посева. Фосфор это элемент, который не подвержен колебаниям. Ну, здесь вот много идет противоречий со стороны агрохимической службы, что с азотом они еще как-то соглашаются при прямом посеве. А вот в отношении калия, фосфора, надо его заделывать в глубину. Но вот те результаты, которые имеются, причем результаты, выданные агрохимической службой, чтобы не было фальсификаций сказать. Ну, не конечно, ты сделал ряд примеров. Вот я могу привести, вот я с собой взял книгу. Это книга, результаты исследований Южного федерального университета, которое проведено на базе Донская Нева, Октябрьского района. Сделан колоссальный труд. Определена микробиологическая активность почвы. И в том числе по распределению фосфора и калия по горизонтам почвы. К большому удивлению, вот в этом хозяйстве технология прямого посева используются около 10 лет. Да, они применяют жидкие удобрения, сложные удобрения они применяют при посеве, но не используют спашку, дискование. И к большому удивлению, то, что получены результаты, за последние 10 лет содержание фосфора и калия увеличилось. Да, они используют очень большой набор культур. В Севобороте в этом хозяйстве больше 14 культур. Они используют и многолетние бобовые травы, используют бинарные посевы, не имея животноводства. Поэтому вот в отношении фосфора, ну, будем говорить так, ведь на Западе, я часто бываю в Аргентине, аргентинцы применяют сложные удобрения, разбрасывая по поверхности почвы. И считают это правильно при прямом посеве. Еще, Николай Андреевич? Николай Андреевич, вот некоторые утверждают, что урожайность подзимнего посева в полтора раза ниже, чем обычного. Я с этим могу согласиться? Да. Николай Андреевич, вот я повторюсь. Это гарантия, что урожай все-таки будет. Да. Вот смотрите, коллеги, я ни в коем мере не опровергаю то, что вот показали оптимальные сроки, нужно их выдерживать. Это идеальные условия для получения нормального развития. Но сейчас вот та ситуация, которая сложилась на огромной территории Юга России. Прошли оптимальные сроки, люди посеяли в надежде, что пойдут дожди, что то, что прописано в рекомендациях большими учеными, все это, я ни в коем мере не подвергаю сомнения. То, что изменился климат, сроки сева нужно сдвинуть на две недели для каждого региона в сторону зимы. Я говорю по югу, в сторону зимы. Это будет оптимальные сроки, потому что климат потеплел. И если мы посеяли в оптимальные сроки, получили всходы нормального развития, то эти посеивы дадут больше урожая, чем подзимный. И здесь я приводил эти примеры. Но если мы не получаем всходы в оптимальные сроки, а вот, допустим, есть уже такие сигналы, что полевая, это лабораторная всхожесть семян, которые посеяли месяц или 40 дней назад, уже снизена на 40%. А процесс идет дальше. Ведь досадка не ожидается, по крайней мере, мой прогноз, до 25 октября у нас не будет дождей. А семена находятся в почве. И они подвержены там различным негативным воздействиям. Что делать? Я повторю, что вот это тот спасательный круг, который мы бросаем. Используйте, попробуйте, приобретите опыт. На небольшой площади. Проанализируйте. То есть в районе Персиановки это можно рассчитывать на 40 центнеров с гектара? Я сейчас покажу, Николаевич. Я сейчас покажу. Ну, здесь вот опять эта работа аспиранта. По двум предшественникам разные сроки. Ну, здесь менее показательные. И вот то, что мы имеем опыт по регионам, Николай Алексеевич. Я могу по регионам, по крайней мере, оно будет по Ростовской области. Вот это мы делаем в Алтайском крае, в Самарской области, в Оренбургской области, в Омской области, в Нижегородской области, в Рязанской области. Это шкрухот расширяется. Ну, и, естественно, в Ростовской области. И вот сейчас я покажу вам то, что, ну, как сказать, я провожу вот эти исследования со своими аспирантами, чтобы проводить семинары и показывать людям, как это наблюдается, как это происходит. Вот многие в этом году говорят, Николай Алексеевич, вот ты начнешь сев, пригласи, мы приедем. Я приглашаю, пожалуйста. Мы сев будем начинать после 25 октября. Начинать. Но основной сев будет приходиться на первую декаду ноября месяца. На первую декаду ноября месяца. Вот смотрите. Это Октябрьский район Ростовской области. Подзимний посев озимой пшеницы по гороху. 19 декабря 2017 года. Вот так оно выглядело после посева. Ничего себе, как будто обрабатывали почву. Ну, такой горох, он минерализуется очень быстро. Вот так он выглядит. Никаких сходов. Но состояние было, я вам сейчас опять верну. Картинка сейчас. Не, а где же она есть, эта картинка? Дальше, наверное. Вот она. Я чуть-чуть. Вот в таком состоянии находились семена 19 января. Посев был произведен 19 декабря. Через месяц. Через месяц. Вот так они выглядели. Невероятно, но это факт. Вот всходы озимой пшеницы в начале марта 2018 года. Дохленькие, невзрачные. И вот здесь, о чем вы задавали вопрос, и вы тоже, Саша, в отношении, вот как управлять этим процессом. И вот здесь, при таком состоянии, когда почва переуложнена, верхний слой, любое вмешательство техники тяжелое будет делать колею и повреждать все это. Вот как раз таки здесь необходимы инструменты на шинах низкого давления. То есть, или делать спаренные колеса, ну там тоже колея. А вот шины низкого давления, ну типа тумана и других опрыскивателей, у них можно это использовать. Вот сюда применяется и твердое одобрение, и жидкое. И здесь была пройдена подкормка агрофоном. Не минеральным одобрением, а листовая подкормка. Вот так они выглядели. Казалось, что будет дальше? Это начало марта 18-го года. Слабенькие. Слабенькие. Вот конец марта 18-го года. Повеселее. Повеселее. И обратите внимание, уже и кущение здесь, и растения по-другому себя ведут. Фаза колошения, это май 18-го года. Это семенные участки. Норма высева. 1 миллион 50 килограмм. Ширина междряди 35 сантиметров. Ой, какая маленькая норма, да? Да, это семенной участок. А. Семенной участок. 50 килограмм на гектар 1 миллион. Чтобы вы понимали. Многие говорят, чем позже осею, тем норму высева я увеличу. Да, да. Не 5. Да, это что не нужно. Ну, народ же говорит, густо не пусто. Но здесь вот как раз к этим моментам оно не характерно. Мы должны управлять этим процессом. Вот здесь кущение, я потом покажу, в среднем больше трех продуктивных колоссов. О чем вы говорите? Да, великого урожая здесь не будет, но он получается гарантированный урожай. Вот так фаза калашения выглядит. И вот перед уборкой. В 18-м году. И вот, пожалуйста, обратите внимание, какое кущение. Какая вторичная корневая система. Вот здесь использовались стимуляторы. При посеве семена были обработаны и защищены, обработаны стимуляторами. Очень мощная вторичная корневая система. Но в многих регионах, вот с кем мы, кто прислушивается, они используют различные формы стимуляторов и норму высева уменьшают. А урожайность? Ну, я приведу пример. Вот сейчас урожайность скажу. И по Нижегородской области, я думаю, руководитель этого хозяйства, он слушает. Он звонил, говорит, я Николаевич хочу послушать. Лет пять назад, вот он прислушался к нашим рекомендациям. Ну и снизил норму вместо 200 до 130 килограмм на гектар. Ну, все в проектах. На треть. На треть, да. Ну и когда появились первые всходы, агроном прибегает ему, а он сам не агроном, он радиофизик. И говорит, так и так вот, нас Зеленский хочет обанкротить. Вот он приехал, звонит мне, говорит, Николай Андреевич, кошмар, что делать? Я дал команду норму высева увеличить, потому что, ну, страшно смотреть на это поле, очень редко все это. Приезжай, посмотришь на свои рекомендации, я не знаю, с каких позиций ты исходил. Ну, сразу я не мог приехать по разным причинам. Неделю через три приезжаем. Говорю, как дела? Он говорит, все хорошо, все прекрасно. Приезжаем на поле, где было высено 130 и рядышком 200. Я говорю, так в чем проблема? Николай Андреевич, все хорошо, все раскустилось, все прекрасно, все это. Вот они сейчас уже стабильно высевают 130 килограмм на гектар. В этом году, в этом районе, у них в двух районах посевозимых, они получили на круг больше 40 центов. Это нижегородская верность. А вот здесь где 50? Сейчас, 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 сейчас. А, я же интригу чуть-чуть, чтобы накапливать. И вот, биологический урожай, структура урожая, из чего складывается, в общем-то, урожайность. Высеяно было 1 миллион схожих семян. Продуктивная кустистность от 4 до 6. Продуктивность среднего колоса 28 штук зерен, имеется в виду. Масса зерна среднего колоса 0,8 грамма. Масса зерна с одного растения 4 грамма. В итоге 32 центра. Замечательно. Вот в этом году, я не буду называть... В этом году хозяйство у нас в Ростовской области получило, вот при такой норме высева, урожайность 30 центров. Ну, коллеги, себестоимость тонны зерна 3 рубля 10 копеек. О, фантастика. 300-400 процентов рентабельности. Ну, по крайней мере, человек, в общем-то, убедился, что оно работает. Николай Андреевич, как будет возможность паузу сделать, вопрос... Хорошо, давайте, давайте. Давайте как раз... Конечно, конечно. Сейчас, одну секундочку... Ваши рекомендации по норме высева при классике этой осенью и при подзимнем посеве? Еще раз, при классике... Норма высева по классике, по подзимнему посеву. Ну, и нам нужно исходить из того, друзья мои. Вот как мы начинаем готовить семена, от этого очень многое зависит. Довольно часто, я начну чуть-чуть, так сказать, более расширенное, мы приобретаем, покупаем семена у различных производителей, ну, и порой не знаем, ну, по документам оно соответствует тем параметрам, которые были заявлены. А по факту бывает, ну, несоответственно. Поэтому нужно быть уверенным, что да, это семена хорошие, я отдаю предпочтение, чтобы семена выращивались в хозяйстве. То есть, закладывать небольшие семенные участки, закладывать, чтобы агроном видел, что он сеет, как он готовит. Это же зависит от него, не дядя ему подготовил, а он вырастил семена, убрал, обработал их, подготовил, защитил и сеет. То есть, у него должна быть четкая уверенность, что это соответствует действительности. Теперь, следующий момент, о чем я хочу сейчас сказать. Вот для меня, допустим, неважно, сколько мы будем сеять. Мы можем посеять 10 миллионов и к уборке получить 500 продуктивных колоссев на метре квадрата. А можем получить 1 миллион, вернее, посеять и получить те же самые 500 колоссев от того, как вы выстраиваете технологию. Ведь довольно часто агроном перед посевом начинает, ему, что необходимо, знает посевную площадь, сколько, какое количество семян. И он знает, что у него по разным причинам. То ли руководитель не даст средства защиты качественно обработать почву, или знает, что там нет осадков. Рекомендовано, допустим, 4 миллиона чистых и всхожих семян. Он сам знает, что у меня не очень хорошие семена. И он набрасывает 10% или 15% на посевную годность, полевую всхожесть. Да, предшественник плохой, может быть, не перезимует, еще набрасывает. И в результате вот всех этих своих нововведений он увеличивает до 5-5,5 миллионов гектаров. Поэтому я, сказал бы, ответил следующим образом. Если вы уверены, что вы держите все рекомендации, что с качественными семенами вы их протравили, норму высева для подземнего посева, вы держите ту, которая была вам рекомендована, которую вы уже знаете, допустим, сеете вы 4 миллиона, сеете. Здесь принципиально не имеет значения. То, что в народе говорят, густо не пусто, здесь не проходит. Но, если у вас есть возможность управлять этим процессом в весенний период, о том, что эти семена, которые мы качественно подготовили и разместили на 4-5 глубину, 4-5 сантиметров, и не имеют вот такое состояние перед уходом зимы, я гарантирую на 200% что они перезимуют. А вот от того же весной будет у вас возможность внести подкормки, защитить растения. Ведь, понимаете, рано весной пробуждаются не только всходы озимой пшеницы, но и сорняки, всходы сорняков. И здесь необходимо их защитить. Мы имеем слабый листовой аппарат, нужно простимулировать. Но наряду с тем, что мы будем стимулировать, если не защитим, будут появляться сорняки. Это же они будут отбирать факторы жизни. Появляются болезни, вредители. Вот при технологии прямого посева соблюдение всех требований технологического процесса в отношении защиты, подкормки требует неукоснительного выполнения. Потому что у нас младенец, коллеги, я вот так, младенец, которого необходимо без материнской помощи агронома, он не обойдется. Николай Андреевич, но здесь вопрос по классике. Все-таки давайте... Здесь разница, Николай Алексеевич, никакой разницы нет. Да. То есть та же норма высева, как и была в оптимальные сроки, то же самое, да? Независимо. Тут особых нет различий. Правда, он тут еще пишет, если сев планируется с 18 по 25 октября. Но это уже не очень... И это какой район? Для зернографа. Ну, для зернора я сказал, на месяц перенесите, и все будет нормально. Так на месяц он уже, наверное, и перенес. Или вы имеете в виду, на подзимний посев? На подзимний посев. Лучше пойти на подзимний посев. Но если у него прошли дожди, влага есть, то пусть сеет. Да, ладно. Мы же, Николай Васильевич, я сейчас отвечу. Вот смотрите. Мы же вот сейчас сеем в надежде, что пойдет дождь. Но никто же не говорит, когда он пойдет. Да. А температура, ведь температура воздуха очень высокая. И это является основным, ну, тормозом в получении схода. Температура должна снижаться, а не повышаться. У нас еще не гора Межибабьи Лето, Николай Васильевич. Да. А еще вопрос. Урожай не получился по зерновым. Стоит ли опять сесть зерновые на этом участке? Это, похоже, со Ставрополья вопрос. Я по телефону. Я бы этого не делал, потому что те негативы, которые были, да. Это и зерновые использовали те элементы питания, пусть они даже останутся. Но в этой ситуации болезни и вредители там остаются, накапливаются. Ну, в народе я часто эту пословицу говорю. Хлеб по хлебу сеять, не молотить не веять. Лучше нужно выдерживать все обороты. Тут не обязательно, это классика, прямой посев. Нужно выдерживать все обороты. Чем больше у вас будет культур все обороты, тем меньше будет вот этих проблем. Мы сами себе создаем проблему своими руками. А потом, говорю, не получается. Ведь в советское время не просто были разработаны все обороты. Для каждой зоны в зональных системах земледелия было четко сказано, сколько должно иметь зерновых, сколько технических, сколько подзолнечек, а сколько порог, и это надо выдерживать. Но сейчас же у нас появились возможности. Я не знаю, будет, ну, наверное, нет, Михаил Васильевич, по те резервы, которые мы можем иметь. Будем сегодня говорить об этом или нет? По сохранению влаги. А, это очень хорошо бы было. Я подготовил презентацию. Да, очень хорошо, да. Сейчас мы, Гал, мы можем продлить нашу трансляцию? Можем, да? Если не нужно. Есть возможность такая? Техническая возможность есть. Есть, да? Хорошо. Да, не нужно. По сортам уже спрашивали у вас, но все-таки, при подзимном посеве нужно ли обращать внимание на ранние спелые сорта или поздние спелые? На сорта, которые в архею поражают за счет кущения или за счет кущения полоса? Ну, вот смотрите, я об этом наряду с тем, что похвалил селекционеров, я и, как сказать, ложку дегтя в их бочку хочу меда бросить. Если раньше, раньше, ну, 40-50 лет назад, селекционеры нянчили своих питомцев, и, ну, известные примеры, допустим, Лукьяненко создал шедевр, безостые, а потом уже на основе пошли другие. Ремесло, Мироновское, 808, Сандухадзе, Московское, 56, да, 56, Анатолий Иванович Робовец, Тарасовское, 29, Иван Григорьевич Калиненко, Донская, безостые. То сейчас селекционеры штампуют сорта, ну, требования, чтобы каждый год выдавал селекционер сорт. И поэтому довольно часто вот той сортовой технологии или агротехники селекционеры не успевают дать. Да, они дают характеристику какой-то сорт, но детального, это, к сожалению, ну, поток информации у них большой, и надо признать, что не очень многие желают работать. Вот. Зарплаты не, но это уже другие моменты. Поэтому нужно, конечно, обращать внимание на те моменты, что дает, какую характеристику дает селекционер. Есть сорта, которые способны к ущению, а есть, которые менее кустятся. Но если применять вот те препараты, о которых я говорю, есть сорта, которые по селекционерам говорят, они не кустятся. Великолепно все это делает. То есть надо использовать все-таки современные методы для использования. Тут для того, чтобы определить тот или иной сорт, необходимо в хозяйстве иметь, использовать не один сорт. То, что прописано, Бог говорит так, в предмете семеноводства, нужно 5-6 сортов различных, чтобы не попадать на те неприятности, которые... Вот я подзимную попросила. Вот есть ли, например, страх, что используя поздние спиры и сорта, хозяйство может не получить урожай, потому что просто не сформируют пшеницы? Или лучше там отдать... Я бы так вопрос не ставил. Урожайность будет сформирована. Здесь не имеет значения. Но Вы не можете сказать. Я не могу сказать, потому что вот этого, таких исследований проводили, но я могу понять, что тут нет значимости позднеспелый, раннеспелый сорт. То, что... Вы используете? Ну, я использую бомбрат селекции зерноградской и сорта сандухадзе. Николай Андреевич, вот затраты на подзимний посев, они ниже, чем на обычный посев. Вот, допустим, тут какой аргумент? На защиту меньше надо тратить, да? Потому что они не так долго лежат в земле. Ну, может быть, еще какие-то вещи. Вот экономика подзимнего посева. Так, Сталин, почему ли институционные обработки? Если все равно в зиму лежать? Обязательно. Обязательно? Обязательно. Вот многие считают... Вот смотрите, я чуть-чуть по-другому сформулирую вопрос. Вот специалисты, агрономы и руководители часто говорят, да, проволочник повреждает семена, я о вреде говорю. Поэтому кукурузу надо обрабатывать инсекцицидами, подсолнечник надо. А пшеница, тут там маленькое зернышко, тут что там? Потому что мы сеем 5 миллионов, и те выпады, которые наблюдаются, мы просто их не замечаем. А когда мы сеем 1 миллион и анализируем все это, оно сразу все бросается в глаза. При прорастании зерновка, происходят биохимические процессы, зерновка становится очень сладенькой, вкусненькой. И проволочник, в первую очередь, встал на рядочек, может идти, как Иван Сусанин ведет в глубокий лес. Поэтому обрабатывать необходимо, обязательно. Потому что в зимний период процессы жизнедеятельности вредителя продолжаются. Ну, приведу такой пример. Основной наш вредитель, который есть, это хлебная жужелица. Если не выдерживаются все обороты, размещаются зерновые по зерновым. Вот, поздней осенью, допустим, вы обработали, семена, все нормально. Появились сходы. Тепло, ведь семена держат протравители, ну, максимум 49, 40, ну, 45, в зависимости от того. Все, дальше растения не защищены. И если мы не будем обрабатывать по вегетации растения, жужелица будет повреждена. Так ли? Вот теперь, смотрите, мы имеем подзимний посев. И мы не обработали семена. Да, зимой они в почве находятся, но жужелица повреждает и в почве. Обязательно необходимо это делать. Обязательно. При оптимальных сроках сева или ранних сроках сева, большие проблемы нам создают муфи. Очень. Она откладывает яйца, когда, вот сейчас, допустим, мы получили всходы, вот в сентябре месяце. И такая температура, лед бабочек идет очень сильно. А сейчас им некуда откладывать, даже падалицы нет. Но они будут откладывать яйца в пырей, в другие злаки. Поэтому обрабатывать семена и при подзимнем посеве, и по классике обязательно. И инсектицидами, и фунгицидами. То есть экономика примерно та же. Та же. Экономика та же. Просто комплекс работ больше переносится на весенний период. То есть если у вас нагрузка, допустим, весной большая, то надо быть осторожным. Ну, в общем-то, да. Хотя, если бы вы сеяли в оптимальные сроки весной, вы тоже кормите растения. Должны кормить. Здесь такого бы не сказал, что увеличение или уменьшение. Нет. Просто-напросто здесь является обязательно. Вот это управление урожаем. Только лишь с этой позиции. Ясно. Ростовская область посеева не взошло. Что могут сделать аграрии сейчас? Вот сейчас бы я порекомендовал следующее. Те хозяйства, которые уже посеяли. То есть выдержали те рекомендованные сроки сева, которые были сделаны. Ну, то есть принято было решение сеять, ну, допустим, в первой декаде сентября месяца. Сейчас уже заканчивается первая декада октября. Всходов нет. Семена пролежали в почве больше или около месяца. Естественно, что в таких условиях, когда высокая температура, отсутствие осадков, и нужно быть уверенным, что происходит с семенами. Сохранили ли они свою жизнеспособность дать сходы. Я бы порекомендовал сейчас, чтобы не терять время, быть уверенным, что да, пока все нормально. Ведь многие считают, что посеял, почва абсолютно сухая, никаких проблем не будет. Не бывает абсолютно сухой почвы. Газообмен в почве происходит. Конденсат образуется. И семена могут наклюнуться и потерять схожесть. Заплесневеть. То есть в почве есть и болезни, и вредители, которые могут нанести существенный вред семенам. То есть что нужно будет сделать сейчас? Те поля, которые были посеяны месяц и больше, раньше. Взять, поручить агрономам, чтобы они откопали эти семена, они легко в почве находятся, ну сколько они откопают, там 50-60 штук, с разных мест, не в одном месте, с разных мест. Сделать среднюю пробу. И не надо в лабораторию семенную везти. Это можно сделать у себя дома, в каждом хозяйстве. Вот эти семена, которые откопали, их не нужно ни мыть, ничего, как они есть в таком состоянии. Их нужно разложить на плоскую тарелку или блюдечку. Предварительно на нее положил фильтровальную бумагу или салфетки. Разместить семена и увлажнить. И сверху опять прикрыть салфеткой. Вот эту тарелочку или блюдечко поставить на подоконник, на стол. В домашних условиях не надо. Но предварительно все это поместил в прозрачный целлофановый пакет. Создать микроклема типа парникового эффекта. И смотреть через 3-4 дня, как ведут себя семена. Если семена сохранили свою жизнеспособность, они будут начнут прорастать. Но ни в коей мере не нужно избыточное перерывание. Влага должна быть в салфетке, влажная. И когда мы помещаем это в целлофан, создается парниковый эффект и семена начинают прорастать. Вот допустим вы положили на проращивание 50 штук, взошло 25. Вот вам 50% сохранность. Уже вы должны принять решение, сколько вы посеяли и что ожидать. Ведь если не будет дождей, они начали погибать, то этот процесс будет идти и дальше. Потому что и сейчас, сегодня у нас 7-6 октября, температура очень высокая. И вероятность того, что семена будут погибать, она достаточно высокая. Если семена защищены, вот этот месяц, он должен быть гарантирован. Но в зависимости от того, какие мы препараты, как мы это делаем. Потому что многие фермеры, кто-то веничком обработал. То есть нарушил технологии. Здесь нужно быть уверенным. Поэтому я бы вот это первым сделал. А там уже нужно будет смотреть, какая ситуация. Если половина семян погибла, вы рекомендуете пересев под зимний? Я бы вот на этом поле сделал бы, поперек посеял бы, пусть половиной нормой, но под зимний посев. Просто-напросто вот та возможность, которая у нас есть, мы ее должны использовать. Время. А там уже смотреть, как она будет получаться. То есть, ну сделали мы ошибку, это же не дно, получилось так. И мы то, что сейчас собрались, как раз говорили о подзимнем посеве, это тот путь, который можно использовать, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Всегда в условиях Ростовской области урожайность озимых, нормальный посев или подзимний, он будет выше, чем яровой. Потому что яровые находятся в более экстремальных условиях. Не бывает у нас так, что весенний для яровых кладутся благоприятные условия. Редко бывает. Когда в мае месяце выпадают дожди, в июне перепадают. А как правило, или в мае у нас дожди, а потом нет, как в этом году было. Хотя в этом году яровые более-менее нормально себя показали. Я бы рекомендовал вот такие моменты. Спасибо. Удачи. А вот подзимний посев, это как подсев будет? Да, если у нас, ну у нас же там находятся семена, что-то сохранилось. Они примерно то же самое могут сходить, как и те. Но вероятности гибели их будет значительно больше. Просто можно будет подсевать. Если вы уверены, что уже, допустим, сделали многократно, проверить раз, второй раз, что семена уже теряют схожесть, они не взойдут, а, допустим, даже 15-20% сохранили жизнеспособность, то я бы туда, просто туда всевал бы и все. Из зависимости от того, сколько, какая у нас сохранность, допустим, неполную норму. Допустим.